Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «7 минут». И сегодня мы поговорим с вами о красоте, таланте, интеллекте, точнее о девушках и женщинах, которые пытаются соревноваться по этим критериям и зачастую добиваются в этом больших успехов. Считается, что первый конкурс красоты прошел в Древней Греции, где за звание самой прекрасной боролись три богини – Гера, Афина и Афродита. Единственным судьей был сын царя Троя Парис. Он отдал яблоко, предназначавшееся красивейшей богине Афродите, которая пообещала наградить его любовью любой женщины, которую он выберет. Сегодня конкурсы красоты стараются сделать более честными и объективными, а самых красивых выбирают не только в мире или отдельно взятой стране, но и в различных организациях, в том числе и в университетах. В мае этого года состоялся ставший уже традиционным конкурс «Мисс РГУ». За звание самой-самой боролись девять девушек, а победительницей стала студентка четвертого курса факультета экономики. И сегодня у нас в студии победительница конкурса «Мисс РГУ» Тамара Квасни. Здравствуйте, Тамара. Вот расскажите, пожалуйста, этот конкурс «Мисс РГУ» для вас – это все-таки в первую очередь конкурс красоты или все же таланта, интеллекта? Ну, лично для меня, наверное, скорее всего, это больше конкурс красоты, чем вот талантов. Но как бы зачастую, с годами я как бы отслеживала и понимаю, что именно в нашем ВУЗе это скорее конкурс талантов, чем красоты. Первое ваше участие в этом конкурсе или до этого уже… Нет, первое. Первое? Да. Ну вот как вы на протяжении этих четырех лет, почему именно сейчас решились? Как у вас созрело вот это решение принять участие? Ну, как-то, наверное, сначала было, ну, там, первый-второй курс учебы, немножко какие-то другие были у меня интересы. Потом, наверное, я пропустил год, но как-то так желания не было. Потом уже как бы вижу, что к концу как бы идет время заканчивать институт. Ну, решил попробовать. Получилось. Как вообще проходила подготовка к конкурсу? Ну, на самом деле, ну, как бы сказать, что было легко, нельзя, потому что были многочасовые репетиции, у меня участвовали ребята с Рыбного, то есть приходилось подстраиваться под их время больше, вот, как бы уставали, тяжело, но ничего. Ребята с Рыбного – это в каком-то вашем конкурсе? Ну, как бы дело в том, что я хотела задействовать много человек в своем творческом номере, и так получилось, что когда я искала людей, люди откликнулись, я их раньше никогда не знала, вот, они захотели поучаствовать, помочь. Девочка Алена Гаврилова, то есть она ставила мне танец, сама в нем участвовала, ну, в общем, как бы, и так получилось, что она за собой народ подтянула именно оттуда. Помимо творческого конкурса, какие были задания? Что было самое сложное в подготовке, в самом исполнении, да, этих заданий на сцене? Ну, этапов, на самом деле, очень много было, то есть организаторы нашего конкурса сделали несколько предэтапов, то есть мы и клумбу сажали возле нашего института, посвященную 9 мая, и готовили, и в футбол играли, вот. Вот, как бы, причем эти этапы были сделаны более на сплочении коллектива, а не на какие-то соревнования между нами. Вот, также было много репетиций, дефиле ставили, как бы интересно на самом деле было. Ну, и уже участницы между собой начали как-то мы общаться, вот. Вот. Ну, а самое, наверное, сложное, это была действительно все-таки подготовка к творческому номеру и подготовка, наверное, все-таки морально, потому что я себя настраивала, главное не переживать, вот, потому что когда переживаешь, все не так может пойти, я была очень спокойная. Когда выходишь на сцену, все несколько иначе, не так, как ты себе представляла изначально, вот, какие были, может быть, сюрпризы для вас, вот, именно во время уже конкурса самого? Сюрпризы? Ну, честно сказать, даже не знаю, потому что я, как бы, к сцене, ну, расположена хорошо, поэтому как-то я, ну, по себе я не заметила каких-то мешканий. Единственное, что пересматривали уже потом видео с нашего творческого номера, то есть можно сказать, что могли и лучше сделать, вот. В принципе, в целом я довольна, но как-то вот каких-то волнений не было. А были задания, о которых вы не знали, которые не были оговорены изначально? Да, это был, ну, как, его прозвали интеллектуальным конкурсом, но суть была в том, что мы должны были действия показать, то есть какая-то пантомима, что ли. И моей группе девочек досталось, то есть мне и еще двум участницам, показать электричка Рязань Рыбная. Но так как у меня еще совпало, что все участники были с Рыбного, мне прямо это по душе было. Вот. Ну, еще, наверное, ну, и какие-то такие вопросы. Единственное, наверное, вот тут единственный момент, когда заставили меня замешкаться, вопросы задавали. То есть нужно было быстро среагировать как-то, вот. Вот. И в голове столько мыслей, думаешь уже о творческом номере своем, как ты там дальше пойдешь или там еще что-то, как на дефиле пройти. Сдают вопрос, и не успеваешь как бы среагировать, и может быть что-то где-то не так ответило. Вот. Сколько всего было участниц? Нас было заявлено 10, но во время этапов одна девочка, к сожалению, попала в больницу, поэтому уже до финала дошло нас 9 человек. Вообще, у вас было какое-то внутреннее предчувствие, что вы можете победить? Честно, нет. Я, как бы, у меня было предчувствие, но у меня было, оно направлено на то, что у меня будет второе твердое место. То есть на первое я не рассчитывала. Вот. Как бы я в девочках видела, ну, других кандидатур. Вот. Ну, когда уже объявили всех вице-мисс, я уже поняла, что, ну, это я. Вот. Вообще, внутри, между вами, ну, получается, соперницами, да, такие были отношения. Чувствовалась ли вот какая-то напряженность? Действительно, все-таки вы же соревнуетесь. Ну, вы знаете, вот лично я не почувствовала, хотя, как бы, опять же, если смотреть предыдущие года, как бы, наблюдаешь все равно за людьми, да, как-то где-то какие-то интриги. И в этом году как-то все спокойно. И вот мы даже сейчас с девочками общаемся. Нам спонсор «Зеленый сад» подарили полет на воздушном шаре. Вот. То есть мы все вместе полетим. То есть как-то даже уже списываемся где-то. То есть, ну, может быть, конечно, в глубине у кого-то и есть какие-то обиды, там, расстройства. Может быть, кто-то считает, что нечестно я бы победила конкурс. Но, в принципе, как бы, все девочки достойные были. И какого-то, наверное, недопонимания между нами, я думаю, не осталось. Ваш сегодняшний титул в университете какие-то вам регалии вот дает? Что-то вы получили, кроме этого титула? Я не знаю, какие-то поблажки по учебе? Ну, я думаю, где-то будут у меня поблажки. Но на самом деле для меня было важно увидеть, когда пришла... Пришли за меня болеть моя группа, мой факультет. Когда объявили, что я выиграла, я просто стояла. То есть у меня эмоций не было. Но я смотрела, как плакали девочки с моего факультета, как они радовались. И кричали, что вот это такая гордость для нас, что наш факультет опять вновь победил. Вот. То есть мне было вот это очень приятно, что... Причем как бы люди, даже с которыми я где-то и редко общаюсь на своем факультете, они прям стояли, радовались, плакали. То есть вот это вот самые такие эмоции, которые я получила в конце уже. После вот этого опыта у вас не появилось желание принять участие еще в каком-нибудь конкурсе? Может быть, Мисс Рязань? Да, я думала. Думала как бы еще и до участия в Мисс РГУ. Ну, как бы там, насколько я знаю, осенью набор, поэтому у меня время еще подумать есть. Ну что ж, я думаю, что если вы соберетесь, у вас будет ждать успех. И мы вам желаем всего самого наилучшего, успехов в учебе, в жизни. Надеюсь, еще с вами встретимся и увидимся. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих эфирах.